С, М, С, С, М, С, М, С, С и так далее. Понимаете ли вы, что в нем нет места, где вышли три буквы С подряд? Давайте поймем почему. Потому что если у нас в каком-то мере идет три буквы С подряд, вспоминаем законность. С переходит в СМ, а откуда возникает С буква? Буква С возникает из буквы М, правильно? Вот, но как могли они, вот, это С не могла быть та, которая СМ. Значит, эта С должна была возникнуть из какой-то буквы М, правильно? Это тоже должна была обязательно возникнуть из какой-то буквы М. Это могла запросто излить СМ или СМ, неважно. Но две буквы М тоже никогда у нас не бывают подряд. Почему? Потому что М, она возникает только как СМ. Поэтому если вот эта М-ка возникла, то перед ней должна стоять обязательно С. Согласны? Что это означает? Любая буква С либо стоит между двумя буквами М, либо слева от нее или справа от нее стоит буква М. Представьте себе, что у нас есть какая-то пара АН-ная, БН-ная. У нас есть какая-то пара АН-ная, БН-ная. Это вот наша пара в этом, да? Так вот, я прошу вас сейчас понять, если из БН-ного вычтишь единицу, что будет на этом месте. И если к БН-ному прибавишь единицу, что будет на этом месте? Так, почему БН-ная минус один, это обязательно какая-то А-шка? Это все понимают? Потому что две буквы М не могут идти подряд. Правильно? Вот, значит, это обязательно какая-то А-шка. Замечательно. Значит, здесь у нас будет какое-то число. Так вот, удивительным образом его легко найти отсюда. И то же самое, здесь будет какое-то число, его тоже легко найти. Найдите формулу, которая позволяет нам заполнить это место. Повторяю ситуацию. Если у нас есть пара АН-ная, БН-ная, вычтем из числа Б единицу и прибавим к числу Б единицу. Поскольку буквы М не могут идти подряд, то соответствующие числа обязательно встретятся в первых позициях. А значит, для них есть соответствующая вторая позиция. Нет, вы не поняли, что от вас требовалось. Требуется не Б с каким номером, а выразить при помощи операции плюс-минус через А-н-ная и Б-н-ная. Хотя, кстати, если вы объясните вот эти формулы, то следующий шаг сделать будет вообще... То есть, если вы народу объясните, почему это так, то уже будет хорошо. Потому что это 90% работы, на самом деле. Проще говоря, Андрей утверждает, что он знает, чему равны эти самые числа К и М. Видите, вот я здесь специальных выписал. Вот он утверждает, что почему-то число К равняется А-н-ному. С чего бы это? Вот, и он думает, что М это есть А-н-ная плюс один. Тоже. С чего бы это? Ну... С чего бы это объяснить? То есть у нас есть какое-то слово из букв С и Н. А Н – буква Н. Здесь вот всего букв ВН. Это вы говорите про АН, БН, да? То есть буква М стоит на месте с номером БН. Это все помнят? Среди этих букв Н букв М и БН минус М, соответственно, букв С. Ну, в общем, да. Ну, по определению числа БН. Но БН минус М – это АН. Да, конечно. Значит, вот это АН буква С. То есть... Это буква С с номером АН. Значит, одна такая формула. Итак, БН минус 1 – это А с индексом АН. Стоп, стоп. Не торопитесь. Надо, чтобы сейчас народ сказал, что понял. Женя. Вот, вот, давайте. Так, ребята, просто если мы сейчас будем торопиться, потом надо будет это второй раз делать. Повторите, потому что видно, что люди не торопятся. Вот это АН по счету буквы С. Потому что... Вот это они еще не торопятся. Потому что вот на этом отрезке букв С у нас АН. АН – это штука. Да. У всего у нас здесь буква БН, количество групп М равно Н, значит, С у нас здесь АН по вот этому свойству. Женя, теперь понял, откуда? А, значит, вот это С с номером АН, то есть она находится вот в таком месте. А с номером АН. Да. А, естественно, после нее вот эта вот С, которая идет, она с одной стороны находится на месте. БН плюс 1, а с другой стороны, это следующее за ней С, то есть выполняется так же вот такая форма. С, которая справа от выделенной вами буквы М, во-первых, ее номер на единицу больше, чем БН, а во-вторых, это действительно С, которая следующее за предыдущий С. Ну, не знаю, я понял. Ну, и теперь, раз здесь стоит А, А с индексом АН, значит, здесь я должен стоять Б с индексом АН. Теперь свой Н становится свойствой. Это называется, вот то, что я там 10 минут назад тут сказал. Вот эта фраза, помните, с чего все началось? Вот пока еще сюда не надо смотреть. А помните, тогда Андрей вышел и написал вот это? Было? Значит, БН минус 1, а здесь немаленько. Вообще, на этом месте всегда стоит какая-то Б-шка, так? Б-шка с каким номером? Б-шка с таким номером, с каким номером здесь А-шка. А А-шка, как он там вот написал, с номером АН-ное. Разумно? Вот, все, значит, вот это место я понял. Так, а здесь? Так, а здесь на единицу номер двинулся? Потому что это просто следующая пара. Следующая пара, у нее номер двинулся больше. Все поняли? Продолжайте. Так, ну а теперь говорим, что БАН-ное в основной формуле это ААН-ное плюс АН-ное. Вот эта форма у нас была, что... Просто вместо Н надо подставить АН-ное. Ну, это для любого индекса. Значит, подставим теперь вместо АН-ное, БАН-ное минус 1. Получаем. Здесь АН-ное плюс БАН-ное минус 1. Потому что А с номером АН-ное, здесь это слагаемое, то смысл такой, что АН-ное, это вот это АН-ное. А вот это вот А с индексом АН-ное, это БАН-ное минус 1. Все поняли? Ну, конечно, верхняя формула в объяснении. Ну, нижнюю точно так же объяснение. Мы говорим, что вот эта БАН-ка, это А с таким же номером, плюс вот это число АН-ное плюс 1. А А с таким номером, это вот это число. Да. Вот, значит, к этому нужно добавить этот индекс. Получим вот это число. Лёша, не надо щелкать ногами? Надо понять. Сейчас, все или все это, да? Слушай, ну мы правда доказали эту формулу. Рекуррентная формула. То есть, зная пару, вы что получаете? Новую пару, да? Обратите внимание, любую новую пару можно таким образом получить. Объясните, Андрей, почему? По верхней или по нижней формуле можно получить... Ну, что есть, или так, или так. То есть, из пары 1, 2? Начав с самой первой пары, да, начав с самой первой пары 1, 2, и многократно делая такие операции... Наверное, вспомним нашу операцию, как из S получались S, M, а из M получалось S. Совершенно верно. Тогда пусть у нас S на каком-то месте стоит, она получилась из какой-то другой S, в предыдущем слове. Не важно другое, что от любой S, или слева, или справа, стоит M. А, да. Помните, я с этого начал. Не бывает 3 S подряд. Поэтому любая буква S, либо слева, либо справа. Ну, а теперь просто смотрим сюда. Господа, он же вам что объяснял? Что если у нас есть буква M, и от нее справа S, то вычисляется по второй формуле. Если с этой стороны, то... Согласны? Две формулы. Одна для этого, другая для этого. Но любая буква S, она либо справа от M... Ну, бывают буквы S, которые... Ну, как сказать... И вот эта буква S, она и слева, и справа. Поэтому ее можно будет получить даже двояко. Ну, по любой формулу. Но не вот эту букву S мы получаем из этой M. И это буква S, получаем из этой M. Поняли? Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,